Книга «Открытым оком». Том 3. Вопрос 1090. Тема «Грех». Что есть страх Божий? Почему люди теряют его, будучи неверующими, отступают от Бога? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Страх Божий – это чувство самосохранения, заложенное во все живое. Со страха Божия начинается знакомство Адама с окружающим миром. Бытие 2.17. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Притча 8.13. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притчи 9.10. Начало мудрости страх Господень и познания святаго разум. Притчи 10.27. Страх Господень прибавляет дней, летажи нечестивых сократятся. Притчи 10.29. Путь Господень твердыня для непорочного и страх для делающих беззакония. Притчи 14.26.27. Страхи пред Господом, надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи 15.16.33. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большее сокровище. И при нем тревога. Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирение. Притчи 16.6. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 19.23. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 22.4. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Притчи 23.17. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Потеря страха Божия – это потеря ориентации, обольщение грехом. Человек, который переплывает в одиночку через океан, терпит невероятные лишения, усталость, но бдительность не теряет. Это смертельно опасно. Сейчас лето, много комаров, и мы, желая себе добра, предохраняемся от них различными сетками. Апостолы уловили Вселенную через евангельскую сеть, а сеть имеет продольные поперечные нити, как меридианы и параллели. Одна линия нити – проповедь, пророчество, вторая нить – чудо, пример своей обновленной жизни во Христе. И этим уловляется вся Вселенная и предохраняется от греха. Страх Божий, то есть боязнь погибнуть и оказаться в аду навечно, теряется там, где человек теряет из виду свою смерть. Терахов 7,39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. В живущей страхе Господнем человек боится огорчить своего любящего Господа, его святые законы, заповеди. Думай, что ты умрешь сегодня, разве все так делал, как делаешь?